Дирижерский пульт На самом деле, повезло сегодня не только им, но и всем нам. Может быть, через несколько лет кто-то из сегодняшних дебютантов окажется руководителем всемирно известного оркестра. И тогда мы с гордостью скажем, что видели его первые шаги в этой замечательной профессии. Наш колледж подготовил уже не одно поколение профессиональных дирижеров. Вот и сейчас наши выпускники продолжают совершенствоваться на дирижерских отделениях самых престижных вузов. Например, Анастасия Мозгова, студентка Московского педагогического государственного университета. Максим Кузнецов и Полина Синева, Московского государственного института культуры. Максим Фомин учится в Московском государственном институте имени Альфреда Гарьевича Шнитке. Ришат Дулятшин в Московском государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Говорят, что хороший дирижер должен уметь дирижировать не только оркестром, но и кашлем в зале. Но даже гениальный дирижер не может руководить мобильными телефонами. Поэтому убедительно просим вас отключить звук на ваших устройствах. На сцене оркестр русских народных инструментов Московского областного музыкального колледжа имени Сергея Сергеевича Прокофьева. Художественный руководитель Кирилл Горячкин. Кирилл Александрович, а как прошел ваш дебют в качестве дирижера? Ну, если не считать экзаменов и репетиционной работы, то прошел очень забавно. Мои друзья позвали меня на работу на новогодних елках в качестве дирижера маленького ансамблика из квартета скрипок, нескольких духовых и кучу танцоров. Мы оделись в камзолы, в парики и какие-то новогодние праздники. Вот отрубили там по два, по три концерта в день в качестве музыкантов. Ну, я, соответственно, в качестве дирижера. Было очень жарко в парике и в камзоле. Но вот это был, наверное, мой первый концертный дирижерский опыт. Спасибо. Замечательный тон сегодняшнего концерта задает гениальная музыка Сергея Сергеевича Прокофьева. Сергей Сергеевич Прокофьев. Пушкинский вальс номер два. Дирижирует художественный руководитель оркестры Кирилл Горячкин. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Спасибо. 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 Пабло Луна, танец огня, дирижирует Екатерина Фисенко, класс преподавателя Владимира Александровича Богатикова. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На сцене симфонический оркестр Московского областного музыкального колледжа имени Сергея Сергеевича Прокофьева, художественный руководитель Илья Рейбрах. Илья Яковлевич, а как прошел Ваш дебют? Странно, но сейчас все вроде интерьера на сцене. Когда-то в далекие времена моей учебы это было чуть более агосударствлено, скажем так. И выступавший художественный руководитель, главный дирижер оркестра народных инструментов Кирилл Александрович Горячкин и Ваш покорный слуга успели получить квалификацию с государственным экзаменом. Дирижер, руководитель оркестра русских народных инструментов. Но, честно сказать, что дебют был значительно раньше. И благодаря тому, что квалификация была возможна в свое время, когда-то еще в училище имени Октябрьской революции такие названия существовали, я выходил к оркестру в качестве дирижера, дирижерской практики. Первый мой выход состоялся в октябре месяце, как сейчас помню, на оркестре Виват Акордеон под управлением Валентины Бобыши. Я прекрасно помню, что я вышел к оркестру, и еще лучше помню, что я оттуда ушел. Что происходило там, благодатная память стерла. Но я помню одно, что мои однокурсники, которые почему-то пришли на меня поглядеть, вот ведь хорошие люди, они все страшно хихикали, кто-то даже просто ржал. А моя наставница, которая здравствует и поныне, профессор, кандидат в педагогическом науке, Инна Алексеевна Егорова, меня очень хвалила, и говорила, очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо. Вот, а потом уже когда, так сказать, ну прошло там пять минут, я понимал, что мне говорят на каком языке, она сказала, вот когда первый раз походит очень плохо, вот тогда останусь хорошим дирижером. Что конкретно было, я, к сожалению, вспомнить не могу, но вот с тех пор, видите, как-то то ли пословица сработала, то ли опытный взгляд опытнейшего профессора, у которого имел честь учиться не только я, но и я знаю, что любимец нашей публики Иван Сергеевич Виноградов, который сейчас здравствует в качестве дирижера государственного академического театра оперы и балета республиканского в городе Ежевске, в Мурской республике, тоже учился у нее, ну и Кирилл Александрович Горячкин тоже, между прочим, выпускник класса дирижера, мне в колледже, правда, Надежда Алексеевна Егорова. Вот какой-то такой дебют, о котором я даже вспомнить не могу, ведь я так хорошо работал с ванкестером, что ли. Как в тумане. Итак, наш концерт продолжается. Карл Орф. Танец из концертной сюрвиты Кармина Бурана. Дирижирует художественный руководитель оркестра Илья Рейбрех. Дирижирует художественный руководитель оркестра Илья Рейбрех. Танец из концернации. КОНЕЦ КОНЕЦ Петр Ильич Чайковский. Вступление к опере Евгений Онегин. Дирижирует Алина Кобзина. Класс преподавателя Андрея Петровича Коптяева. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Альфер Штельмитке Вальс из музыки кинофильма «Агония» Дирижирует Милослав Леско Класс преподавателя Сергея Александровича Плеханова Альфер Штельмитке Альфер Штельмитке Альфер Штельмитке Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Жорж Безе. Увертюра из оперы Кармен. Дирижирует Роман Попов. Класс преподавателя Владимира Александровича Богатикова. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон»